Всем привет, с вами Вольга Дуброва. Сегодня у нас такая очень интересная тема, опасная тема, ядовитые растения, которые нас окружают. Как ни странно, в природе этих растений очень много. Мы, пожалуй, посещая природу или у себя в огороде, даже порой и не подозреваем, насколько некоторые из них могут быть опасны. Ну, давайте начнем сначала с наших квартир. Пойдем домой. Одно из самых ядовитых растений по химическому составу – это, казалось бы, безобидный олеандр с таким очаровывающим ароматом. Кстати, когда он цветет, то даже запах самих соцветий может вызвать головные боли. Все части этого растения крайне ядовиты, токсичны, поэтому лучше к нему не прикасаться, а если мы за ним ухаживаем каким-то образом, то после этого тщательно мыть уши. Руки, конечно. Ну, а детям, наверное, надо промыть уши, чтобы они слышали то, что вы им говорите, чтобы они запомнили, что нельзя трогать и тянуть в рот. Следующее растение, наверное, всем известно – это дифенбахия. Тоже все части ядовиты, но не настолько, как у олеандра. Филодендрон тоже будет иметь для нас неприятные последствия, если мы будем его разламывать, и на руки выпадет сок. Как ни странно, аморилис – тоже луковица и сами листья. При попадании на руку сока он может вызвать раздражение и даже ожоги. Спацифилю, ну, так себе, может вызвать раздражение у детей, либо легкое отравление пищевое у домашних животных, кошек и собачат маленьких. Такие растения, вот уже пойдем мы с вами на улицу, в огород пойдем, такие растения, как дицентра, гипсофила, ирис германский, они вроде бы и не такие уж ядовитые, но если домашние животные и дети, то надо быть с ними осторожными, потому что, допустим, гипсофила – это достаточно сильный аллерген во время цветения, а другие могут также при манипуляции самой живой массой вызывать какие-то раздражения кожи, но не настолько, чтобы от этого умереть. Теперь давайте направимся с вами куда? Направимся с вами на природу. На природе надо быть крайне осторожным. Если вы планируете какой-то поход, то я рекомендую ознакомиться с ядовитыми растениями вашей местности, потому что не всегда мы знаем, что ожидать от природы. С ландышем, наверное, все уже встречались и знают, что плоды его ядовитые. В целом, все части ландыша ядовитые, но вряд ли кому-то в горловую придет жевать его листья. Но ягодки очень привлекательные красные и неопытные посетители леса могут принять их, что это брусника или что-нибудь. Просто вот такая красивая красная ягодка, которая говорит «съешь меня». Ландыш крайне токсичен и всякие последствия, это вы можете почитать хотя бы про ландыш, чтобы понимать, что вас может ждать. И это отобьет всякую охоту тянуть в рот непонятные растения и плоды. Лютель едкий, он может расти как и на природе, так и в вашем огороде. Желтые цветочки. Отрастающая молодая зелень похожа на петрушку, либо на морковку. Ну, не для меня и не для вас, таких продвинутых цветоводов. Но иногда путают, поэтому отравление будет все непременно. Из очень ядовитых растений это белодонна. Она в самом деле крайне ядовитая в всей части. По латыни она звучит как атропа белодонна. А кто такая атропа? Это была древнегреческая богиня, которая перерезала ножницами нить жизни. И вот с тех пор оно ядовитое. Принадлежит к семейству посленовых. Имеет оригинальные цветочки, чем к себе привлекает. Ну, правда, как и все посленовые, имеет неприятный запах. И вот, как ни странно, что многие посленовые, они являются ядовитыми. Или потенциально так ядовитыми, или по-настоящему ядовитыми. Сюда же относится и белина. Скажете, редко ее где встретишь, но если встретишь, то белина тоже очень ядовитая. Снова же привлекает своими красивыми и обычными соцветиями. Одно из самых ядовитых растений, и все части очень ядовитые. И особенно семена ядовитые. И растет практически повсеместно. Хотя пришло оно где-то там с севера Африки. Но распространилось как заносное по всей территории бывшего Советского Союза. Скажем так, европейская часть и Дальний Восток. Это болиголов пятнистый. И иногда его туристы даже могут спутать. Типа это дикая морковь, или может быть петрушка растет там где-то возле понижения на какой-то лужайке такой сырой. Но все с ним будет очень печально. Когда-то, снова же в той Древней Греции, это считалось узаконенным ядом. И Сократа траванули именно им. Следующее растение, красиво цветущее, насыщенные фиолетовые цветки, необычные формы, называется аконит. Можно встретить в природе, иногда даже предлагают садовые центры. Поэтому если вам нравится такой цвет, а такой цвет, конечно, не может не понравиться, потому что он очень динамичный, глубокий цвет, будьте с ним крайне аккуратны. И знаете, что это ядовитое растение. Можно встретить в лесу, хотя ранее оно было краснокнижным растением, волчья лыка, дафны, так красиво звучит по-латыни. Весною распускаются красивые цветолебовые цветочки, а затем появляются не менее красивые красные ягодки. И они настолько красивые, что хочется их потянуть в рот. Волчья лыка очень ядовитое растение, и все части его ядовитые, поэтому лучше к ним не прикасаться. Даже зайцы, говорят, его не едят. Не знаю, как они это проверяли. Следующее растение тоже с привлекательной ягодкой – это вороний глаз. Растение среди широких листьев образует сначала цветочек, а потом появляется черненький сизый плод. И этот плод тоже так выглядит очень красивенько, прямо как черничка такая лежит на тарелочке. Поэтому ни в коем случае в пищу не употребляйте. Ознакомьтесь, как оно выглядит, чтобы обезопасить себя на природе. Как ни странно, ревень, всеми нами любимые, которые мы используем для начинки, для компотов, кроме черешка, не стоит употреблять в пищу саму листовую пластинку, потому что она содержит в большом количестве салицилаты, которые очень плохо влияют на почки. И при большом количестве употребленных продуктов из ревеня мы можем просто остановить наши почки, закупорить. Ну и если не обращаться за помощью, то тоже можно довести себя до больничной койки и даже далее, за пределы больнички. Иногда, по крайней мере, мой дедушка выращивал табак, который называется никотиано-рустика. Табак вообще яд, курить вредно, но никотиано-рустика, он является ядовитым, если вдруг какие-то манипуляции делать, могут на руках дерматиты появляться, ну и получить хорошее отравление, рвоту и понос. Нарцисс не перепутайте по весне с чесноком, потому что иногда в каком-то месте может пробиться либо чеснок, либо нарцисс, и вот зелень нарцисса, если скушать ее, там один листик пожевать, то ничего страшного. Но если употребить пучок, а не дай бог, саму луковицу, то тоже будут очень негативные последствия, и пару дней придется помучиться. Будьте внимательны, понюхайте, по крайней мере, зелень нарцисса можно по запаху отличить от зелени чеснока, хотя внешне они очень похожи. Оба плоские, зеленые. Как ни странно, гортензия, также все ее части являются ядовитыми, но не сильно ядовитыми. Они просто могут вызывать аллергию, либо у кого-то там головные боли, головокружение. Сюда же мы относим быть внимательны с азалиями, рододендронами, некоторые очень являются даже аллергенными и токсичными при вдыхании, либо при прикосновении. Еще одно растение, которое очень достаточно ядовито, это брукмансия. Могут быть летальные исходы, особенно если, не знаю правда зачем, но скушать семена. Семена черненькие, достаточно крупные, похожие на гречку, только черненького цвета. Брукмансия выращивается в цветниках ради своего величественного вида, ради красивых цветков. То, что вот именно брукмансия. А есть же еще датура. Раньше это был один род, потом их уже развели в разные роды. Так вот, дурман, конечно, он более токсичен. Он не такой симпатичный. Правда, дурман металь тоже есть различные сорта, различные окраски. Но будьте с ним крайне осторожными, потому что даже после прикосновения, если не помыть руки, если вдруг вы там захотели сорвать этот красивый цветок, то, что называют трубы ангелов брукмансии, и носили-носили, а потом поставили, а потом начали там что-то, какие-то манипуляции делать, то можно даже и отравиться. Еще одно достаточно ядовитое растение, это клещевина. По латыни она звучит рицинус коммунис. И вот этот вот рицин, который содержится, он крайне опасное вещество, потому что рицин при попадании в организм, он разрушает белковую структуру клеток, и тогда наступает полный конец. Несмотря на то, что клещевина лекарственное растение в промышленных масштабах выращивается на Украине, в южных регионах России, и выращивается для различных препаратов, которые используются в фармацевтике. Обычное растение в садах это ипомея, ипомея-пурпуре. Будьте внимательны, потому что она тоже может быть токсичной. Но если вы просто будете ходить, любоваться ее граммофончиками, либо высушивать, то ничего страшного, конечно, не произойдет. Но если вдруг попадет куда-то в пищу, либо семена, то будьте осторожны и внимательны. Ну и вообще, выходя на природу, помните о том, что могут окружать растения, с которыми мы не знакомы. И обучите своих детей, приучите к тому, что нельзя все тянуть в рот, то, что увидел. Ну и защиту природы, я скажу, что вообще в мировой практике нету такого, что разработан какой-то юридический регламент на выращивание определенных растений, даже тех, которые я перечислила. Потому что, ну, это было бы глупо и некорректно по отношению к природе. Потому что все эти ядовитые способности растений, это всего лишь защитная функция в природе для того, чтобы выжить, чтобы не поедали животные, хотя и с ними случаются тоже несчастья. И наша флора, конечно, крайне обеднела бы. Ну, а учитывая то, что кроме своей природной флоры, которая все-таки богата, но по сравнению с мировой флорой, с субтропиками, тропиками, она не настолько разнообразна. Так уж случилось в силу климатических условий. И когда из других континентов к нам приходят растения, ну, они давно уже пришли, но в них заложен многообразный вот такой вот потенциал. Поэтому будьте внимательны, берегите природу. Будучи на природе, допустим, тоже волчилыка, вы можете столкнуться с краснокнижником, сорвете его и уничтожите популяцию. Берегите себя, своих близких, будьте аккуратны, любуйтесь просто красотой растений. Спасибо за внимание. До новых встреч.